Сёстры Валентина и Светлана Беловы – поклонницы творчества Эльдара Рязанова. Их знакомство с фильмами известного режиссёра произошло, как это чаще всего бывает, под Новый год. Сначала посмотрели «Иронию судьбы» или «С лёгким паром», а потом и все остальные фильмы Рязанова. Один из любимых – «Вокзал для двоих». О женских образах в легендарной кинокартине сёстры пришли послушать лекцию, первую из цикла «Женщина в киновселенной» Эльдара Рязанова. Очень хочется не только к фильму прикоснуться, но и к самой культуре, именно со стороны лекции к этому подойти. Не только кино посмотреть, а чтобы уже как-то лектор рассказал своё видение жизни и то, что подвигло к снятию фильма. Фильм, когда пересматриваешь, чем старше становишься, тем уже в другой смысле. Гостям музея Эльдара Рязанова рассказали о героинях, которых сыграли Людмила Гурченко, Нона Мордюкова и другие актрисы. Как писал сам Рязанов, картина «Вокзал для двоих» замыкает трилогию фильмов о любви. В неё входят также служебный роман и ирония судьбы. Очень необычный фильм для Эльдара Рязанова. Обычно он до этого снимал фильмы главным образом о интеллигенции и, скажем так, о их каких-то жизненных проблемах и ситуациях. А здесь за основу он взял совершенно иную социальную среду. В этом фильме сталкиваются вот эти два разных мира. Мир столичной Москвы, потому что Платон Рябинин – он столичный житель. И мир такой обычной повседневной жизни. То есть мир Веры Нефёдовой, который сыграла Людмила Гурченко. Сотрудники музея Эльдара Рязанова подготовили цикл из четырёх лекций, посвящённых женским образом киновселенной Рязанова. Гостям также расскажут о женщинах из жестокого романса, иронии судьбы и служебного романа. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События.